Друзья, всем привет! Меня зовут Денис Колесников и это программа «Сериальный трындец», где я рассказываю о новинках из мира сериалов. Вот чем хорош длительный февральский хиатус... Это значится день перерыв на нашем профессиональном. Да, именно. Так это тем, что не только возвращаются любимые нами сериалы, которые мы смотрим... Кто смотрит, а кто и озвучивает день. Да, все верно. В общем, помимо вернувшихся теории большого взрыва и детства Шелдона, на этой неделе вышло такое количество новинок, что мы решили разделить их аж на две части. И, соответственно, я буду рассказывать о них на этой и на следующей неделе. Вот так много новинок в этот раз. Новинка номер один — комедийное шоу «Год жизни по-библейски», стартовавшее 26 февраля на канале CBS. В основу его сюжета легла книга «Год, прожитый по-библейски» — скромное искание человека, следовавшего Библии, насколько это было возможно, написанное редактором журнала Esquire Эйджей Джейкобсоном. Главный герой этой книги и, соответственно, сериала — мужчина по имени Чип Карри. Живет он обычной повседневной жизнью, но в какой-то момент, как ему кажется, жизнь его идет под откос. Сначала умирает его лучший друг, что не могло не подкосить Чипа. Затем он узнает, что в скором времени станет отцом, и это уже слишком для размеренной жизни кинокритика. Но именно эти события и заставляют его задуматься о том, чтобы коренным образом изменить свою собственную жизнь. Чип решает, что теперь он будет жить по всем правилам и заповедям, упомянутым в Библии, что, естественно, влечет за собой массу забавных моментов и курьезов. Роль Чипа исполнил Джей Феркисон, наиболее известный вам по роли Стэна Риттса в сериале «Безумцы». А вот исполнительным продюсером этого нового шоу также стал очень известный вам актер Джонни Галеки, он же Леонард Хофстедер из «Теории Большого Взрыва». И это его дебют в качестве исполнительного продюсера, кстати. Что из этого всего получится, смотрите с 26 февраля на канале CBS. Новинка номер два – это драматический мини-сериал «Призрачная башня», основанный на книге Лоуренса Райта «Смутная башня», «Аль-Каида» и «Путь к 11 сентября». Как вы понимаете из названия этой книги, речь в этом сериале пойдет о событиях, которые привели к трагедии 11 сентября 2001 года. Главные герои – агенты ФБР и ЦРУ, объединившие усилия в борьбе с растущей террористической угрозой. Только вот в определенный момент, вместо того, чтобы действовать сообща, они начинают соперничать друг с другом, что, собственно, и приводит к непоправимым последствиям одного из самых страшных террористических актов в истории человечества. Кстати, за свою книгу Лоуренс Райт в свое время получил Пуллицеровскую премию, что дополнительно подогревает интерес к этому сериалу. Ну а главную роль в «Призрачной башне» исполнил Джефф Дэниелс, голливудская кинозвезда, который также отметился своим участием в сериалах «Забытый богом» и «Служба новостей». Премьера этого нового сериала состоялась 28 февраля в онлайн-сервисе «Хулу». «Хулу, да? Вот давненько от них ничего не было слышно денег. Что ж, посмотрим». Конечно, посмотрим, Зинаида Петровна. Ну а пока, внимание! Спойлер-вы-як! Стриминговый сервис Netflix выкупил права на российский фильм «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. Вот это новости! Фильм, повествующий о жизни писателя Сергея Довлатова, будет доступен подписчикам Netflix в Северной Америке, Великобритании, Австралии, Скандинавии, Новой Зеландии. А вот будет ли он доступен подписчикам Netflix в России, пока неизвестно. Вообще, в России он будет в очень ограниченном прокате, буквально-таки с 1 по 4 марта. Так что успевайте посмотреть. А потом только на Netflix и день! Как знать, но похоже на то. Не так часто выходят новые мультсериалы. И сегодня мы расскажем вам об одном таком, абсолютно новом. Ну как новом, ну в общем вы сейчас сами все поймете. Итак, Final Space, или говоря по-русски, Косморубеж. Это и есть новый мультипликационный сериал на канале ТБС. Вообще, поговаривают, что это такой мэшап Рика и Морти и Футурамы. Но это, знаете, как говорят люди моего поколения, недоподлинно достоверно. И это точно, но это не точно. Просто еще один мульт на космическую тематику для взрослых. Зайдет он или нет, решать вам и, конечно же, зрителям канала ТБС. Премьера его на ТВ состоялась 26 февраля. Ну а вообще, слитый пилот был в сети еще летом прошлого года. Так что многие уже тогда успели его посмотреть. Ну, что из этого выйдет, как я уже и сказал, время покажет. Ну и на сладкое. Тоже не новинка, во всяком случае для Великобритании. Но однако новинка и очень большая премьера для американского канала AMC. Сериал МакМафия. Кто-то наверняка скажет, Ой, да ладно, мы его уже видели, Деня, что ты нам тут паришь вообще? Зачем это нужно? Вот. Именно с таким голосом я представляю среднестатистического зрителя программы «Сериальный трындец». Да ты что, Деня? Шутка. Но, в общем-то, вы правы. Телеканал BBC выкатил его аккурат 1 января этого года. Так он обычно делал с новыми сезонами Шерлока. Но Шерлока в этом году не было. И вот BBC выпустили МакМафию. Соответственно, до США и других легальных онлайн кинотеатров по всему миру премьера докатилась только-только сейчас. Итак, мини-сериал МакМафия, так же, как и другие художественные шоу, о которых я сегодня рассказал, имеет литературную базу. Книга, которая легла в основу его сюжета, была написана журналистом Мишей Глени в 2008 году. И называлась она «МакМафия. Серьезно организованная преступность». Главный герой этой истории – сын русских эмигрантов Алекс Гудман, чей отец, бывший босс русской мафии, пытается разорвать связь с преступным прошлым и вести новую, насколько только возможно, честную жизнь в Лондоне. Роль Алекса исполнил английский актер Джеймс Нортон, ранее уже игравший нашего соотечественника Андрея Балконского в мини-сериале «Война и мир». А вот роли родителей Алекса достались хорошо знакомым нам российским актерам Алексею Серебрякову и Марии Шукшиной. Не мог не попасть в такой сериал и другой любимчик российских блокбастеров Данила Козловский. О, День, ну если и Даня там, так считай вообще, все наши в сборе. Все, Зинаида Петровна, да не все. Однако именно из-за присутствия российских актеров в этом сериале смотрится он еще более интереснее и своеобразнее. И сюжет захватывает буквально-таки с первой серии, так что обязательно ознакомьтесь. Смотрите сериал «МакМафия» на канале AMC. Итак, пишите ваши комментарии под этим видео, там же, конечно же, нажмите на подписку, если еще не успели подписаться, поставьте палец вверх, конечно же, колокольчик, куда без него, и обязательно расскажите другу, а то вот вы пишите, что подписчиков что-то у нас маловато. Так вот, все в ваших руках, расскажите своим друзьям, они тоже придут сюда, тоже подпишутся, вас будет больше. Ссылка на донат также в описании к этому видео. Если хотите оказаться вот здесь, на нашей стене почета, обязательно укажите свой ник, когда делаете какое-то отправление, какой-то донат. И будет больше качественного сериального контента. Ну, по крайней мере, обзоров на него. С вами был Денис Колесников, на этом я прощаюсь. Счастливо, друзья, пока! Озвучено по версии Ку-Ку-Кураж Бомбей. Озвучено по версии Ку-Ку-Кураж Бомбей.